Ребят, всем привет и добро пожаловать на новое видео Russian Progress. Сейчас я с Тобиасом из Германии. И Тобиас нам сейчас расскажет о том, как он учил русский и о том, как он поехал в Россию. Тобиас, сначала расскажи немножко о себе. — Привет, меня зовут Тобиас, я из Германии, я живу на Западе Германии, 21 год, я очень люблю заниматься спотом, и да, это моя страсть, и изучать русский язык тоже моя страсть, я очень обожаю Россию. — Да, мы первый раз общались по скайпу где-то полгода назад, и тогда Тобиас мне рассказал о том, как вообще он начал, ну почему он начал изучать русский, и меня это очень впечатлило, порадовало. Расскажи. — Но чрезвычайно в Германии не очень хорошо думают о России, и по-моему это очень жаль, и поэтому это одна из причин, почему я хочу изучать говорить на русском, и да, это очень редко бывает, что в Германии кто-нибудь говорит по-русски, и поэтому я хочу, хотел говорить свободно на русском, и это была моя мечта, и сейчас я неплохо говорю по-русски, по-моему, и да, очень, я очень рад, что это получилось. — И давай вкратце, как ты учил русский? — Ну, я начал изучать русский, когда мне было 15, я был в России первый раз, и после того, как я вернулся, я сразу начал изучать русский. Я начал через приложение Бузу, и кроме того, я сразу начал общение с русскими, я там встречал, например, русскую девушку, и мы почти каждый день общались, и да, через общение я изучал самое главное русское язык. Общение — это самое важное. — Ну, и ты сейчас в России, расскажи тем, кто никогда не был в России и собирается, может, попутешествовать или поучиться, как это можно сделать, если ты живёшь в Европе? — Ну, тебе нужна виза, к жалению, тебе нужна страховка, паспорт и так далее, всё это. Это... Я думаю, что это не очень, очень легко, я думаю, что мне не получилось, но оказалось, что это не так сложно. Тебе просто нужно собирать всё документы, и потом это... Но в итоге это не очень большая проблема. И я очень рекомендую приехать в Россию, потому что это очень крутая страна, люди очень хорошие, и мне очень жаль, что в Европе немножко боятся приехать в Россию. — Да-да, это... Я уже не первый раз слышу, что на самом деле некоторые люди из Европы, особенно старшее поколение, они как-то остерегаются, боятся приезжать в Россию, но на самом деле, возможно, этот стереотип остался в 90-х. Ну, сейчас уже как бы ситуация изменилась, и абсолютно спокойно можно сюда приезжать. — Да, обязательно. Да-да-да. — Это очень круто. Например, я играю в Германии, в футбольной команде, и я рассказал моему тренеру, что я не могу приехать на тренировку в Йода, потому что я в России. И он так, почему... Что ты будешь делать в России, и так далее. Они... Это очень редко бывает, что футбольцы приехали сюда, но я очень рекомендую вам приехать сюда, потому что, как вы уже сказали, это просто офигенно здесь. Не только Питер и Москва, но вся Россия, Россия очень крутая страна. — Спасибо. Ну, ты где ещё был помимо вас? — Я был два раза в городе Азамас, потому что у моего родного города есть поносство с Азамасом. Это... Азамас находится возле Нижнего Новгорода. И сейчас я учиться три недели в городе Петрозаводск. Там есть очень хорошая школа для иностранцев, которая называется Enjoy Russian Language, что-то типа. И там очень много итальянцев, англичанцев. Было очень круто, там очень весело. Мы не только изучали там, но... А мы только гуляли по городу. Я встречал очень многих хороших ребят там. — Здорово. И завтра... А, нет, сегодня ты уже поедешь? — Да, сегодня. Вечером. — Какие ожидания? — У меня уже знакомство там в Москве. Я буду... Я встречусь с ними. И я думаю, что там будет очень-очень громко. Но мне интересно, потому что я живу в деревне. И для меня это очень непривычно — жить в таком большом городе. И я думаю, это будет очень интересно. И особенно Красная площадь будет очень интересно, потому что я всегда мечтаю побывать сюда. И завтра я очень... Я на Вене пойду туда. — Что последнее? — Завтра я, наверное, пойду. — А, пойдешь туда. Понятно. — Тобис, еще хотел немножко рассказать о Германии. Расскажи нам о Германии. — Ну, если вам интересно, есть какие-то стереотипы о Германии. Например, то, что немцы все время пьют пиво. И да, это правда. Если вы любите пиво, потом приезжайте в Германию. Я думаю, что Германия очень красивая страна. Особенно Кёльн хороший город, Камбок, Берлин. У них тоже неплохо. И да, приезжайте в Германию пожелать, потому что я думаю, что немцы тоже очень хорошие. Я думаю, что немцы и русские не очень сильно отличаются. — Да, и я очень рад был встретить такого человека, который разрушает стереотипы. Один народ думает о другом народе, что что-то плохое, но все-таки есть такие люди, как Тобиас, которые разрушают это. И очень здорово. Спасибо тебе большое за это. — Ну, за что? — Что-то еще хотел бы добавить? — Изучайте русский язык, пожалуйста, и немецкий. Меня очень радует, если иностранцы изучают немецкий язык. — Да. — И обращайтесь. Я буду рад помогать вам. И русскому тоже, конечно. — Мы оставим твой инстаграм. — Да, у меня есть инстаграм, да, конечно. — Всё, оставим инстаграм. — Тобиас Ви 0-9. — Да, так что... — Тобиас Ви 0-9. — 0-9, да. Так что пишите. И на этом всё. Спасибо, что посмотрели. И увидимся в следующих видео. Пока. — Пока. — Чао. — Чао. — А я еще хочу передать привет на Луси, Лизабет, Рос, Кола из Англии. Привет. — Да, я тоже передаю привет своей маме, бабушке и всем тем, кто смотрит мои видео. — Он дал вас тоже, конечно. Всем привет из Германии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok